Добро пожаловать в рубрику English and Short Notes, где мы попытаемся рассказать о самых интересных мелочах английского языка так, чтобы они умещались на одном листочке отрывного блокнотика для упрощенного, приятного и легкого заучивания. Всем привет, мои дорогие! Вы вооружаетесь сегодня снова карандашиками, бумажечками, блокнотиками. И мы сегодня поговорим про слово employ. Помните, когда-то мы говорили с вами про word building, словообразование. И мы теперь хотим с вами рассудить эту тему уже прямо на живых примерах. Я оставлю здесь ссылку вверху или где-нибудь внизу на предыдущее видео. Очень рекомендую сейчас нажать паузу, пойти посмотреть word building, словообразование, и вернуться на эту видюшку, чтобы все было понятно. Вкратце напомню, что словообразование – это такой здоровский инструмент образовывать новые слова просто на одном слове. То есть знаете вы какое-то одно слово, знаете какие-то префиксы, суффиксы и так далее, и можете сделать очень много новых слов. Вот сегодня буквально на примере слова employ я вам покажу это дело. Сделайте, пожалуйста, у себя на листочке по вертикали 8 раз слово employ. То есть напишите его один под другим. 8, как вы догадались, это уже один исходник, а дальше мы идем на словообразование. Employ, если взять его как исходник, это глагол трудоустраивать. И что мы можем, какие мы можем здесь чудеса понаделать? Всего лишь из одного слова. Берем карандашик или ручку, и начинаем делать это с прибавлениями суффиксов, префиксов. Итак, employ – это трудоустраивать, но вы можете взять и сделать unemployed. Давайте по-другому напишем почетче. Unemployed. Это как бы, если по-русски сказать, раструдоустроить, то есть по сути уволить. Можно сделать unemployed. Это будет безработный. То есть как бы раструдоустроенный. Unemployed – это вот тот, кто прицепивает на себя какое-то воздействие. Unemployed – безработный. Employed – тогда наоборот трудоустроенный. Можно сделать employee – это будет работник нанятый, то есть наемный работник. А можно сделать employer – и тогда это работодатель. А можно сделать employment – трудоустройство. А можно сделать unemployment – это будет безработица. Ну, согласитесь, очень здорово и прекрасно так работает со словами. Ну и, естественно, вы можете уже проанализировать. Id дает прицепивание состояния, ir дает человека, который делает действие, mans дает нам существительное, а приставочка un делает вам отрицательное, прилагательное. Вот такие вот чудеса. И так работать можно с почти что каждым словом. Добро пожаловать на мои курсы. И еще вас ждет очень много впереди интересного. Всем хорошего дня и настроения. А мы всегда где-то рядышком. Bye-bye. Субтитры создавал DimaTorzok